Привет, меня зовут Ярослав Кравцов, я координатор шоу-кейса на конференции DevGam. То есть все разработчики, кто хочет показать свои игры на конференции, получить обратную связь, найти новых знакомых, друзей, контакты, людей в свою команду, все они общаются со мной, и я их распределяю по стендам, где они показывают свои игры. Какие в этом году игры, сколько их? В этом году у нас 102 игры показываются за два дня конференции. Есть игры на разных движках, Unity, Unreal Engine, Corona, разные самодельные движки, мобильные игры, десктопные игры, VR-игры. Как проявить оценки уни-игр? Для того, чтобы участвовать в шоу-кейсе, здесь не надо проходить какую-то оценку. У нас есть отдельно конкурс игр, где приходит много судей, отсматривают игры, ставят им оценки, и после этого объявляются победители. На шоу-кейс этого всего нету, достаточно подать заявку вовремя, игра должна быть достаточно качественной. То есть не так, что там что-то совсем сырое сделано за полдня на коленке. Ну и, собственно, вот. И оригинальность идеи. То есть если у нас подаются две заявки, одна эклон какой-то игры, которая уже понятно, как сделать, достаточно все тривиально, а вторая экспериментальная, мы отдаем предпочтение экспериментальным играм, потому что они больше всего нуждаются в обратной связи в игроках, чтобы посмотреть, как это все работает там или нет. Кто мы? Ну, в первую очередь, мы — это я, координатор шоу-кейса, я — это все. Первый человек, который рассматривает все игры, смотрит, правильно ли подана заявка, не забыли указать игровой билд, там, трейлер или там, скриншот или еще что-то. После этого, естественно, результаты обсуждаются с командой, и мы уже коллегиально у нас обращение, что мы хотим взять, что делать. Да, многие издатели и инвесторы тоже ходят в шоу-кейсы, высматривают проекты, и тут как раз важно понимать, что это очень занятые люди, у которых мало времени, поэтому еще издалека по стенду должно быть понятно, что это игра, о чем она, мобильная, десктопная, в каком жанре, потому что издатель так идет, и издалека смотрят, типа, где мой любимый жанр, где моя любимая платформа, и уже после этого подходят знакомиться с разработчиками. Ну, на самой конференции есть много способов познакомиться с издателями, то есть есть еще спидгеймдейтинг, когда вот такое скоростное знакомство сразу с всеми издателями, есть возможность назначать встречи через систему Мидпоинта, ну, есть возможность показывать игру и смотреть, кто подойдет. Может быть, подойдет издатель, может быть, подойдет кто-то. Тут прям непредсказуемо, но очень часто бывает, что какие-то новые, абсолютно интересные контакты, какие-то новые партнеры, какие-то новые возможности открываются. Есть каждый день разные, да? Да, да, каждый день разные, и еще в течение дня у нас днем пересменка. А, у меня одни, у меня? Да, 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 ну вот, у нас, даже я бы сказал, сейчас такая гибридная модель, когда часть стендов стоят целый день, а часть стендов стоят только по-паймингу. Ну, например, просто вот, игры, сделанные на Unreal Engine, они попадают на стенды, брендированные Unreal Engine, которые спонсируют Epic Games, и там, соответственно, они стоят весь день. Ну, то же самое с играми на Unity, ну вот, а игры на других движках, ну, а, и с играми Короны. Вот, они тоже получили спонсорские стенды, стоят целый день. Вот, а есть, соответственно, другие разработчики на разных других движках, которые не получили поддержку спонсоров. Ну, вот, ну, на самом деле, это в первую очередь сделано для того, чтобы как можно больше все-таки участников могло попасть на шоу-кейс. Тем более, что многим сложно стоять целый день, целый день разговаривать, потому что только начинаешь шоу-кейсить, все четыре часа подряд говорить, 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 это очень утомляет, очень много стресса, поэтому не четыре часа, а все, там, не знаю, восемь часов стоять для многих это тяжело. Поэтому, опять же, очень важно участвовать в шоу-кейсе команды, хотя бы два-три человека. Я куратор и преподаватель в школе Scream School. Это школа дополнительного профессионального образования, которая учит студентов и вообще взрослых людей, то есть это там 18+. У меня часто студенты, которым 30-35 лет, кто уже стал профессионалом в какой-то сфере и после этого хочет начать делать что-то для души, начать делать игры. И приходит на мой курс, у меня курс разработки игр на Юнити. И это как раз вот тут вот фокус в том, что это не курс по Юнити, который там как запустить движок, как там что-то делать, а это в целом курс разработки игр, просто вот в применении к определенному движку. И там, соответственно, и про геймдизайн, и про нарративный дизайн, и про левел дизайн, и про маркетинг, и про юридический курс. Для того, чтобы разработчик, который прошел этот курс, он прям мог целиком сделать всю игру от начала до конца, причем сделать игру не как хобби, а как профессиональную разработку, чтобы на этом можно было зарабатывать и не влипнуть в старые. То есть на выходе уже готовый год? Да. А как он заучится? Ну, у нас сейчас курс длится 3 месяца, поэтому на выходе готова игра, но маленькая, но готова. И, соответственно, у ребят еще такой, получается, запал, они уже знают, как все это делать, они разогрелись, и, соответственно, я уверен, что после этого продолжат либо развивать эту игру, которая у них была, либо начнут какие-то еще новые проекты. 3 месяца — это какой-то интересный? Это 2 дня в будни и по вечерам, и 1 бачу занятия на выходных, и, соответственно, очень много самостоятельной работы дома между занятиями. А детей в аудитории? Да, для детей есть отдельная детская программа, летом проходит, называется Summer Camp. Она, по-моему, длится месяц, и там на курс он уже не юнит-ориентированный, а в целом про множество дисциплины, там очень много посвящается производству визуальных изображений, то есть концептирование, моделирование, все такое. И с детьми. В прошлом году я работал, это был диапазон, по-моему, 13-17 лет, и вот жду, что будет в этом году. На самом деле, помимо программы, которые напрямую сориентированы на детей, я часто беру молодых ребят на свой курс вместе со взрослыми. То есть у меня уже несколько раз были ребята-школьники, старшие классы, там, 10-11 класс. А вот прямо сейчас у меня на курсе учится парнишка, ему 13 лет, и он вместе с ребятами, которые там 25-30 лет, делает игры, причем наравне, потому что он уже до этого увлекался программированием, что-то пытался делать сам, уже какие-то вещи освоил, и сейчас себя совершенно комфортно чувствует на уровне взрослых. Да, на юните. Я прямо очень гороскоп-классный парень. Ну, кстати, он тоже сейчас участвует на шоккейсе и показывает свою игру. Эта игра называется «Поперлайт». Ну, я, наверное, скажу самую такую простую тривиальную вещь. Игры делать может каждый. Здесь нет какого-то такого сейчас входного барьера, что надо там 5 лет учиться на программиста, потом 10 лет на моделера, после там 20 лет еще на кого-то, и только потом можно делать игры. Нет, их уже можно начинать делать сейчас, уже много готовых решений, чтобы сразу начать. А, соответственно, это как хороший момент, что это легко начать, так и есть нюанс, что вы делаете игры, и все остальные тоже делают игры. И ваша задача, соответственно, пробиться через всех остальных, сделать игры лучше, чем все остальные. Обязательно помните об этом, что ваши игры должны быть выдающимися. Они должны быть на голову, на две, на три, головы выше, чем игры, которые делают вокруг вас. А как сделать выдающиеся игры? А вот, ну, в первую очередь, не надо копировать те игры, которые вокруг вас, потому что копируют вы делаете либо на уровне, либо еще ниже. А задача в том, чтобы придумать что-то свое, оригинальное. Попробуйте рассказать какую-то свою идею, свою историю. Не бойтесь, если кто-то еще не делал такого геймплея, не рассказывал такую историю, у вас нет примеров таких игр, все равно рискнуйте сделать. Особенно важно смотреть за собой. Часто бывает такая ситуация, что вы поиграли в какую-то игру, она вам понравилась, и вы хотите сделать ее. По сути, вы попробуете сделать какой-то клоун, причем, скорее всего, клоун игры, которую делала большая команда много лет, а вы попробуете ее сделать маленькими силами, и вам будет тяжело. Попробуйте делать те игры, которые вы можете осилить, которые вам по зубам, и при этом, которые будут с вашими играми, с вашей оригинальной идеей, с вашей задумкой, попробуйте ее. Потому что самая уникальная история, которая есть у каждого из нас, это наша собственная история, а не история, которую мы откуда-то позаимствовали. У вас все получится.